Добро пожаловать на мой канал! Я пришла к этому цвету волос и какой у меня сейчас уход за волосами, потому что он у меня, в общем-то, изменился немножечко буквально. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, сейчас я вам обо всем расскажу в подробностях. И для тех, кто видит меня впервые, давайте, наверное, все-таки расскажу небольшую предысторию. Еще буквально с полгода назад я была жгучей бюнеткой. У меня был насыщенный темно-коричневый оттенок волос, практически уходящий в черный. И, естественно, это был не мой натуральный оттенок. Я красилась, красилась достаточно долгое время, около трех или четырех лет, аммиачными красками, которые достаточно сильно въедаются в волосы. И вот в какой-то один из прекрасных летних деньков в моей головушке появилось непреодолимое желание выйти в более светлый оттенок волос, например, карамельный. В современном мире в этом плане ничего невозможного нет. Выйти из бюнетки в блондинку можно практически за один день, но я все-таки решила разумно подходить к своему желанию. И лишь маленькими поступательными движениями прийти к тому оттенку волос, который вы видите сейчас. На всякий случай оставлю где-нибудь вот здесь два прошлых видео, где изначально я выходила из самого темного оттенка в более такой, скажем так, светло-коричневый. При помощи процедуры хламбояж, и затем из того оттенка, который у меня получился, при помощи шатуша выйти в такой рыжевато-коричневый. И вот, собственно, сейчас давайте я вам поведаю, как из рыжникового цвета я стала уже, можно сказать, блондинкой. На самом деле решение было спонтанным, меня очень долгое время устраивал мой вот этот вот рыжеватый оттенок волос, но что-то мне захотелось перемен, что-то мне как-то все поднадоело, и я решилась на то, чтобы осветлиться. Пошла я, как обычно, к своему мастеру, в очередной раз рассказала ей о своем желании, она, как обычно, меня всегда поддерживает в этом плане, потому что она всегда за эксперименты, я в последнее время тоже. Ну и как раз-таки подумала, что весна отличное время для обновлений, для осветлений и вообще всего хорошего, что можно сделать с волосами. Для тех, кто не знал, у меня натуральный мой оттенок волос темно-русый. Сейчас вы его, кстати говоря, можете наблюдать у корней, и перед окрашиванием у меня как раз-таки отросло достаточно большое количество, около 5-7 сантиметров моего натурального оттенка, и затем уже шли осветленные где-то волосы, где-то темные, и мы решили при помощи милирования просто осветлиться до вот такого оттенка, который вы видите сейчас. Собственно, осветлялись мы буквально на один том. Мой мастер, как обычно, смешал для меня состав из специального окислителя и супрыс. Красила она меня, конечно же, очень-очень долго, потому что, ну, во-первых, у меня огромное количество волос, и все их нужно было как-то осветлить, а во-вторых, конечно же, мы стремились, опять же, к натуральному результату, чтобы все было очень красиво, чтобы все было очень естественно, и в итоге я просидела в общей сложности в кресле мастер около 6 часов. Но результат, если честно, мне нравится, потому я ни в коем случае не жалею. Конечно же, после осветления мои волосы были такого насыщенного желтого оттенка, я думаю, ни одной девушке подобный оттенок не повернулся, и, конечно же, мы решили затонироваться. Мы стремились именно к тому, чтобы забить вот этот вот желтый насыщенный оттенок более таким пепельным, более бледным, чтобы волосы именно вот смотрелись очень так нежненько, очень бледненько, и не было заметно, что мы очень сильно их осветляли. Что касается качества волос, изменилось ли оно после того, как я в очередной раз осветлила их, конечно же, конечно же, они стали чуточку жестче, чуточку более сухими ломкими на концах, но я не могу сказать, что после обычного окрашивания у меня волосы выглядели как-то по-другому. Поэтому мой вам совет, если вы соберетесь так же, как и я, осветлять свои волосы, то лучше всего это сделать перед вашей стандартной стрижкой, обновлением волос, когда вы отрезаете буквально 2 или 1,5 см, в принципе, тогда, я думаю, вы вообще не заметите, что ваши волосы как-то изменились. Но безусловно, после всех тех процедур, что я сделала с волосами, лучше всего, конечно же, перейти на более щадящий, более восстанавливающий, более питательный уход, и, собственно, о нем я сейчас вам поведаю. Буквально сразу же после окрашивания я начала пользоваться вот такими вот двумя новинками от Londo Professional. Это их новая линейка из профессионального ухода, и я выбрала серию, которая именно укрепляющая ваши волосы, делающая их сильными, здоровыми и выглядящими на все 100%. В целом, мой уход состоит из двух шагов вот такого вот шампуня, который называется Vital Booster, он с маслом жажоба, кофеином и ментолом. Сразу же хочу отметить, освежает он просто не по-детски, просто нереально. Офигенная вот эта вот свежесть у корней остается в течение нескольких дней, что мне, если честно, очень-очень нравится, при этом он не пересушивает ваши кончики. Обычно подобные шампуни грешат тем, что они освежают и, скажем так, очищают полностью ваши волосы, и таким образом, что у вас у корней все хорошо, а кончики становятся сухими. Здесь же такого нет, все сбалансировано, все гармонично, мне очень нравится, как выглядят волосы после мытья. Использую я его обычно два раза в неделю, либо один раз в 5-6 дней, мне этого более чем достаточно, у меня нет привычки очень часто мыть голову, потому свежесть у корней, вот этот вот объемчик у меня сохраняется достаточно долгое время. И сразу же после мытья волос я обычно слегка промакиваю их полотенцем, чтобы они не были полностью сухими, но в то же время не были слишком влажными. И буквально сразу же наношу вот такой вот энергетический, не смываемый тоник. У него в состав также входит масло жжоба, ментол и кофеин, которые еще больше освежают вашу кожу. И вот эта вот сыворотка позволяет именно волосам у корней становиться более укрепленными, более защищенными. Уход на самом деле получается достаточно бюджетный, во-первых, потому что эти средства не так дорого стоят. Оба они обойдутся вам где-то около 600 или 700 рублей, но в зависимости от того места, где вы будете приобретать. Приобрести их можно в магазине Рикгош, например, в Лютуаль я видела, они представлены. А сами по себе средства достаточно экономично расходуются. На 2-2,5 месяца, я думаю, вам точно их хватит. Что касается состава, то вряд ли они могут похвастаться натуральностью. Здесь содержатся сульфаты, но в то же время стоит отметить, здесь абсолютно нет силикона. Восстановить мои волосы, конечно же, мне помогают и масла. Я частенько стараюсь делать различные маски на основе, допустим, вот такого вот миндального масла, который я приобрела в аптеке за 35 или 40 рублей. То есть обычное косметическое масло, в которое добавляю буквально несколько капель масла эфирного корицы. Запах от волос просто нереальный, вы балдеете около 30-40 минут и затем смываете уже при помощи шампуня. Ну, в общем-то, делаете стандартную процедуру помывки волос. И после такой маски волосы прямо чувствуются более плотными, более утолщенными, становятся они гораздо-гораздо мягче. И также я периодически использую вот такие вот одноразовые масочки, например, от Montagenious, которую я вам уже неоднократно показывала. Это у меня как раз-таки укрепляющая восстановительная маска после окрашивания, после различных завивочных укладок. Очень классно мне помогает именно волосы напитать, восстановить чешуйки, чтобы они не сильно отопорщились, не были такими пушистыми, как у одуванчика. И также на помощь мне частенько приходит вот такая вот маска от фирмы Organic Oil Professional. Она именно, как видите, тотальное восстановление обещает. В общем-то, в этом пакетике находится вот такая вот маска с ашир, которую вы распределяете на свои волосы и затем при помощи шампуня смываете. В общем-то, стандартная процедура тоже классно воздействует на волосы, тоже их очень классно восстанавливает. И, конечно, у меня уже в привычку вошло нанесение масла на кончики волос и немножко на длину. Но после того, как они уже подсохнут, неважно, выпрямляла я их, накручивала их, ни с чего с ними не делала, все равно я наношу буквально чуточку масла на кончики. Использую я по-прежнему свое нескончаемое масло от John Frita, которое называется Full Repair. Отличное масло, оно очень жиденькое, оно не такое жирное, как другие масла для волос, но при этом оно очень хорошо их восстанавливает и очень хорошо смягчает, придает им блеск. Ну, собственно, вот его вы сейчас можете лицезреть у меня на волосах. Конечно, вы его не заметите, но я думаю, блеск некий, вот такое вот здоровье волосам оно действительно классно придает. Ну и также к моему уходу теперь добавились дополнительные средства по сохранению цвета волос, а точнее по уведению желтизны. Поскольку я волосы, как я уже говорила ранее, тонировала после того, как я осветлилась, мне придется теперь это делать периодически, поскольку каждый раз, когда я буду пользоваться шампунем, тонирование будет еще больше и больше смываться, а следовательно, желтизна волос еще больше и больше будет проявляться, что будет не сильно красиво выглядеть. Мне здесь на помощь приходят средства, которые, по-моему, есть у каждой девушки-блондинки. Вот такое вот средство тоника, оттеночный бальзам. В данном случае у меня оттеночек 921 пепельный блонд. Его я обычно наношу именно, когда я в душе, на влажные волосы после того, как я нанесла шампунь. И также буквально недавно я для себя открыла еще одну штуку. На этот раз это уже оттеночный шампунь, также от фирмы Тоника. Вот в таких вот коробочках они продаются. Тоже здесь можно найти огромное-огромное количество оттенков, которые вы захотите видеть на своих волосах. То есть, если вы захотите видеть более такой пепельный, более сероватый оттенок, тогда вам, наверное, больше подойдет вот такой вот арктический блонд. Это 9.12 цвет. В упаковочках находятся три вот таких вот оттеночных шампуня, которые вы, собственно, не будете нанесить на ваши волосы. Ну и в зависимости от длины волос, вам может понадобиться либо один пакетик, либо два, либо даже сразу три. Стоит подобная коробочка около 50-60 рублей. Я приобретала, если что, окей. Если же захотите вы более такого естественного платинного блонда, тогда вам, наверное, подойдет больше жемчужный блонд оттеночек здесь 9.10. И, в общем-то, на этом все. Я надеюсь, что это видео было для вас, как всегда, информативным и полезным. Надеюсь, что-то новое смогла вам рассказать, где-то как-то чем-то помочь. На всякий случай в описании под видео оставлю на все продукты, о которых я сегодня в видео рассказывала ссылочки, если я их, конечно же, найду. И, в общем-то, да, на этом буду с вами прощаться. Как всегда, всем желаю удачного дня, хорошего настроения и светлых мыслей в вашей голове. Пока-пока-пока.